И Оскар идет к Леонардо Ди Каприо. Спасибо вам всем огромное. Спасибо, Академия. Спасибо всем собравшимся здесь. All of you переводится как все вы, всем вам. Он благодарит всех, кто находится в этой комнате. I have to congratulate the other incredible nominees this year. Я должен поздравить и всех других потрясающих номинантов этого года. Вначале Лео использует модальный глагол have to, который используется как исключение какой-либо необходимости или обязательства. Например, Она сейчас чувствует лучше. Нет нужды вызывать врача. Наше предложение. I have to congratulate. Я должен поздравить. И прилагательно incredible. Невероятный. Потрясающий. Incredible nominees. Потрясающие номинанты. The Revenant was the product of the tireless efforts of an unbelievable cast and crew. Выживший результат неустанных усилий невероятного актерского состава и съемочной группы. Суффикс less в слове tireless работает как наша русская приставка без. Если limit – это лимит, какое-то ограничение, то limitless – значит безграничный, неограниченный. К примеру, Our possibilities are limitless. Наши возможности безграничны. В слове из речи tire означает уставать, утомлять. А tireless – это неустанный, беспрестанный. Tireless efforts – неустанные усилия. First off to my brother in this endeavor, Mr. Tom Hardy. First off to my brother in this endeavor, Mr. Tom Hardy. Во-первых, моего брата в этом стремлении, Тома Харди. Слово endeavor означает усилие, стремление. Том, твой яростный талант на экране может быть превзойден только твоей дружбой за кадром. Глагол surpass переводится как превосходить, опережать. В этом предложении становится в форме be surpassed. Может переводиться как быть превзойденным. Это предложение в пассивном залоге, или страдательном, как принято его называть. О нем поподробнее поговорим в следующих видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А мы продолжаем просмотр. Спасибо всем из кинокомпаний Fox и New Regency. Я должен поблагодарить всех тех, кто был со мной с самого начала моей карьеры. И снова нам встречается модальный глагол have to. Давайте вспомним, как можно перевести его. Верно. Словом нужно. Должен. Я должен поблагодарить всех. To my parents, none of this would be possible without you. Моим родителям ничего этого не стало бы возможным без вас. Would можно перевести как наше бы. None of this would be possible without you. Ничего этого не стало бы возможным без вас. And to my friends, I love you dearly. You know who you are. Моим друзьям, и я люблю вас, дорогие. Вы знаете, кто вы. И наконец, я просто хочу сказать вот что. Основой фильма «Выживший» было отношение человека к природе. Итак, что у нас здесь? В начале Лео говорит фразу «man's relationship» – отношение человека. Апостроф «s» прибавляется к существительным в единственном и к существительным во множественном числе. А используется она с людьми и животными, которым принадлежит какой-то предмет, качество или признак. К примеру, «student's life» – жизнь студентов. A policeman's uniform – форма полицейского. В нашем случае отношение кого? Человека. «man's relationship» – отношение человека. Мир, в котором, как мы все почувствовали в 2015 году, побили температурный рекорд и стал самым жарким годом в истории человечества. Начиная рассказывать про изменения климата, он отмечает, что в 2015 год побил температурный рекорд и стал самым жарким годом в истории человечества. «2015 is the hardest year in recorded history». То есть, когда мы добавляем суффикс «east», образовывается сравнительная степень прилагательных, которая обозначает какие-либо качества предмета, и чье значение может быть выражено в большей или меньшей степени. Существует три степени сравнения прилагательных в английском языке – положительная, сравнительная и превосходная. В нашем случае прилагательная в превосходной степени. Вот все формы «hot», «hotter», «hardest», «жаркий», «жарче», «самый жаркий». Нашей команде пришлось добираться до самой южной точки этой планеты просто, чтобы найти снег. «Climate change is real», «it is happening right now», «изменение климата реально», «это происходит прямо сейчас». «Climate change» означает «изменение климата», «the changes that are thought to be affecting the world's weather», «so that is becoming warmer». Леонардо говорит, что изменение климата – это реально, и «it is happening right now», «это происходит прямо сейчас». «It is the most urgent threat facing our entire species». Это наиболее актуальная угроза для всего человеческого рода. «Urgent» – срочный, необходимый, в настоящее время. И слово «threat» – опасность, угрозы. И у нас получается фраза «urgent threat» – актуальная угроза. «И мы должны совместно работать над этой проблемой и перестать мешкать с этим». Довольно-таки интересный глагол «procrastinating», который означает «мешкать», «тянуть». Вот еще одно выражение, которое может быть полезно в диалоге. «Procrastinate the time» – «тянуть время». «Stop procrastinating» – «перестать мешкать». «Мы должны поддерживать лидеров по всему миру, которые не говорят от лица крупных корпораций и источников больших загрязнений». Тут у нас встречается слово, связанное с основной проблемой изменения климата. «Politors» – это источник загрязнений, окружающей среды. Давайте послушаем, что же еще предлагает делать нам наш любимый актер. «Но кто говорит от лица всего человечества и коренных народов мира?» «От лица миллиардов и миллиардов обездоленных людей, которые будут наиболее подвержены этой проблемой». «Дети наших детей и для тех людей, чей голос был заглушен политикой жадности». И снова используется принадлежность – «children's children» – «дети детей». Также слово «greed» – «жадность», «олчность» – «the politics of greed» – «политика жадности». «Я благодарю вас всех за эту замечательную награду сегодня вечером». «Давайте не будем воспринимать эту планету как само собой разумеющуюся». «Let's us» – «давайте». Коротко можно сказать «let's». Лео предлагает не принимать нашу планету как «должное», «данное». «Take for granted». Довольно полезная фраза, которая переводится как «принимать что-либо за данное». Дальше он повторяет эту фразу в предложении и тем самым заканчивает свою речь. «I do not take tonight for granted». «Thank you so very much». «I do not take tonight for granted». «Я не воспринимаю сегодняшний вечер как само собой разумеющееся». «Thank you so very much». «Спасибо вам огромное». Спасибо и вам, что досмотрели это видео. А я очень рад за Леонардо Ди Каприо. Его фильмы вдохновляют миллионы людей по всему миру. И учить английский по его фильмам – одно удовольствие. Если вам также нравится учить английский по фильмам и нравится Леонардо Ди Каприо, который наконец-то получил свой заслуженный Оскар, то вам абсолютно точно понравится новый курс «Английский со звездой. Уроки с Леонардо Ди Каприо». Ссылку на который вы можете найти в описании к этому видео. После прохождения этого курса за очень короткое время вы освоите от 500 до 1000 разговорных слов, оборотов и грамматических конструкций на все случаи жизни. Поэтому не пропустите хороший повод, чтобы совместить приятное с полезным и существенно улучшить ваш английский по очень увлекательной и эффективной методике. А с вами прощаюсь, но ещё увидимся. See you next time!